Это как маленькая мышь, но огромная. Сейчас я вас отведу в место, где я засаливаю солонец. И есть следы волков и косульки. Как так это? Как вообще возможно? Нас спасает электрический периметр. Пошли проверить одну избу, посмотреть солонец. Крыши не видно, ни потолка нет. Тут печка стояла, да, ко мне? Диодный фонарик. Мы делали все. Все это из избы просто вытащено. Это порох даже. Это порох дымит. Боровлянки больше нет. От всей души приветствую вас на нашем канале «Строю дом своими руками». Сегодня мы находимся в гостях у нашего друга Ивана, который является хранителем этих мест, вот этого таежного уголка. Следит за зверем, за его миграцией, пишет треки, рисует тропу, следит за движением браконьеров и помогает охотоведам, лесничим в решении многих вопросов. И сегодня я хотел бы рассказать именно о жизни в тайге, о ее сложностях и романтике пребывания здесь. Но не будем спешить и начнем по порядку. Впереди у нас 6 дней таежных хроник. Мы едем на первую пасеку составлять пчел, потом поедем на вторую пасеку составлять пчел, потом, надеюсь, мы переночуем и поедем еще на две пасеки составлять пчел. Я не буду рассказывать все спойлеры, но будет интересно, я уверяю. Слушай, выехали вообще из осени, а попали в зиму. Нормально идем. Бодрит вообще клево. Пасека, обожаю пасеку. Так, сколько времени? Эй, алло. Алло. Короче, пофигу. Счастливые часов не наблюдают. Раз, два, три, четыре взяли. Понесли. Обожаю улья без ручек. Наверное, их придумали в аду, как и осеннюю полевую дорогу. Ей не нужны эти обороты. Ну, 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 понял. Что, назад поедем? Все, приехали. А ты не пристегнулся, вот у тебя проблема. Не, 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 не. Мы, по-моему, не едем. Давай назад. Я просто вот так, по тайге ездил. Тебе говорю, на пониженных. Туда, вперед ехай, назад не ехай. Надо разгон было брать. А вы думали, все просто, что ли, будет, ребят? Так не бывает. Кстати, в защиту машины и водителя скажу. Дело тут реально в резине. Протектор слабоват для такого грунта. Просто знаю, какие дороги ежедневно преодолевает Мишаня. Нам и не снилось. Если еще, короче, Миша геодезист. Этим все сказано. Поля и горы – это его стихия. Все, на дорогу, на дорогу, на дорогу. Ура, выбрались и едем на нашу луговую. Так, вторая пасека. Ее вы знаете уже по лету. Здесь вы уже не первый раз. Составлять пчелок – дело нехитрое. Теперь наши труженицы могут немного сбавить темп работы. Строить соты не нужно. Летать за пыльцой тоже. Но поддерживать в доме постоянные 34 градуса, я вам скажу, задача не из легких. Пожелаем пасеке хорошей зимовки. Четыре пасеки или пять? Четыре. Четыре пасеки нам еще сегодня. Ой, завтра. За эти дни. Смотрите, сколько мы сделали. Сколько здесь было? Ваня, тебе сколько было? 63. Короче, 60 плюс 50, где-то 110 штук. Миша, ты сегодня герой нашего канала. Герой сейчас. Мужик тут останется. Смотрите, что у нас происходит. Ой, не надо. Это что было? Это был почти шиндец. О, плохо дело продавить. Так, сейчас мы заправляем быстро наш квадрокоптер. Наконец-то начинаются наши таежные хроники. Идем второй. Уже не терпится вдохнуть запах свободы и кедрового блаженства. Мы приехали в Карагаечку. Есть видос, в котором я уже об этом рассказывал. Деревня, в которой раньше жило очень много людей, сейчас живет 9 человек. И двое из них уже хотят тоже уехать. Но тут находится база пчеловодческая. На ней мы сегодня будем ночевать. Сколько здесь людей жило? Во всем поселке, в селе? Тысяча третий. Две тысячи. Сейчас 9 человек. Мы приехали на первую базу, затопили печку. Эту базу вы уже должны знать, потому что мы с вами когда-то здесь уже ночевали. В общем, она является такой переходной базой между тайгой и простой сельской жизнью. Скоро будет тепло, будет банька. Завтра составим здесь тоже на двух пасеках пчел. И помчим уже в тайгу, в ту самую, которую вы знаете и любите. Друзья, не переключайтесь, дальше будет интересно. И пользуясь случаем, если вдруг не подписаны на канал, я прям советую сейчас нажать на эту кнопочку. Это не займет и двух секунд вашего времени. Уверяю, это делается просто. Икс, и все. Иван приготовил вот такую замечательную штуку. Это косуля, да? И сейчас еще будет хрустящая капуста. Уверен, Иван знает, где находится Шамбала. Просто еще не показал нам. Чувствуете, как в преддверии тайги у нас поднимается настроение? Все-таки в ней что-то есть. К нам едет еще один товарищ, и он уже, вот он, прямо на подходе. Вы видите, сейчас его с коптера. Привет, дружище! Здорово. Здорово, сакуликак. Это молодец, это прям здорово. Сложили вещи в рундуки и двинули в тайгу. Связи с цивилизацией не предвидятся в ближайшие четыре дня. Пилотируя с утра свой дрон над просторами некогда развивающегося села, меня не покидали смешанные чувства. Я и раньше бывал здесь, но то, что я увидел с высоты пьячьего полета, не выходило из головы. Глупо, но в какой-то момент эта богом забытая деревня стала для меня олицетворением сегодняшней действительности. Сидя пассажиром на заднем сиденье квадроцикла, было о чем подумать за этот длинный путь в 40 километров. Я решил в этом выпуске показать вам русское село. Жизнь в русской деревне. Одна только дорога уже достойна целого рассказа. Ну и без юмора никуда, поэтому встречайте экспериментальный выпуск. Сланг слетел с этого. Как слетел? Ну как, вот так сорвало его. Просто так, что ли? Просто слетел, да, видать, сюда. Да, не может так, наверное, на ветру наехали. Ну, ветка пришлась, сюда ветка пришлась и туда его, кажется, скочила. Офигеть. Верущевка бежала. Там жвачка, Вань? Да, там жвачка, прикинь. Большая такая огромная жвачка, я остаюсь даже. Я не мог жевать даже. Я обороты набирать не набираю. Я сосу зашу. Так, давай, Миша, на проблему сначала. Вроде, слава богу, это мелочь. Ты хочешь, чтобы это было в фильме? Я охренел. Ну, пол-литра где-то будет. Я обожаю свою команду. Каждый из этих парней радеет душой и вкладывает все силы в наш регион. Сам строит свое будущее, ни на кого не надеясь. Это уже какая-то третья, четвертая пасека сегодня? Восьмая. Восьмая пасека. Здесь тоже 60, 70, 90. Обманул. Опять я знал, что не 60. Нет. Сейчас мы их составляем и едем уже в настоящую тайгу. Там, где мы должны уже увидеть Медведя и всех его друзей. Вот этой бандой мы едем. Так, прокурор Иван, Михаил, Денис. Показывай, что там у тебя в избушке. Гобик. О, апартаменты. Слушай, а может тут заночуем сегодня, а? Так, парни, мне надо квадрокоптер зарядить, пользуясь случаем. У тебя сейчас можно, да? Да, там, как вот пахло сосной. В той комнате, там, спадут. Крутяшно. Офигенно. Да. Ты камазяк? А что ты сразу? Прокурор! Рустам бы сказал. Тихо. Где-то пробивает, да? Вот здесь, я говорил, вот здесь. Слушайте. Изолятор пробивает. Так, Рустам, ну хочешь протестить, как эта штука работает? Ты просто клади и держи. Работает. Какие ощущения? До локтя дошло. Прям здесь почувствовал. Удар, да? Как будто удар. Ну да, до локтя. Когда ток, знаешь, вот 220, он обычно схватываешь. Ну, прям охота схватиться. А здесь он такой прям, как будто... По низу прошло. Бьет, да. Мишень, прибавь. Я больше не хочу. Пчеловодство меня всегда подкупало недюжие здоровья и силы у взрослых пчеловодов. Вы серьезно, что ли? Да. Мой деда дожил до 90 лет, увлеченный пчелами. И это учитывая то, что он ветеран войны, прошедший ее с 41 по 45 год. Все-таки есть какая-то сила в наших труженицах и в алтайской земле. А иначе зачем все это? Размышляя о бытии, я подумал, а почему бы мне не взять интервью у человека, для которого тайга – это его жизнь? Утром удалось заснять молодого, любопытного соболя. Жалко, моя Сонька не умеет качественно приближать картинку. Благодаря тому, что цена на шкурку сегодня просела максимально, этот чудесный зверек снова стал наполнять тайгу. Это очень радует. Делаем ритуальный пчелохоровод и помчали дальше. Все, переезжаем, друзья, на следующую пасеку выставлять следующих пчел. Есть, есть, есть. Давай, трогай. Подумать только, ведь именно этим путем добирается медок на ваш стол. И совершенно не редкость, когда это происходит с приключениями. У нас проблемки, друзья. Мост разворотило. И таких переправ на нашем пути будет около 15 штук. Каждый год весенняя коренная вода смывает часть построенных мостов. И Иван с братьями их снова возводят. Мелкие же переправы порой проще забутить валежникам. Что примечательно, дорога, по которой мы едем, ведет к деревне, которой даже нет на картах. Потому как полвека назад ее поглотила тайга. Глубокая осень. Уже сыпет снежок. Мы приехали в тайгу для того, чтобы составить наших пчелок, помочь другу. И вообще, в принципе, закрыть пчеловодческий сезон. За это время мы с вами побываем на семи пасеках. Ну и, я надеюсь, обсудим все интересности и сложности таежной пчеловодческой жизни. Об этом я и хочу рассказать вам сегодня. В общем, вот так я подошел к этому вопросу. О месте, в котором мы проведем наш небольшой отпуск, вам лучше всего расскажет его хозяин. Мой друг, соратник, потомственный строитель и пчеловод Иван Бурков. По периметру, вокруг 40 километров туда, 40 туда, ни одной души нет. Раньше была деревня. Мельница стояла, там большие жадки лежат. Пил материал пилили. Хлеб делали. Мололи пшеницу. Ленточная пила. Сохранился металл. Зубья практически новые. Это какие года? Деревня эта не стала в 50-м году. Скорее всего, 20-е, 30-е годы здесь жили люди. Стояла пилорама. Нашел металл, земли откопал, вытащил. Это музей. Все, что нашедшее, все здесь. Венцы какие-то, ступицы, я не знаю, пальцы. Стоят шпильки, на которых устояла сама установка пилорама. Рельсы, вагонетки, по которым завозили брелна сюда, распиливали, распускали. Ну, видимо, может, какой-то механизм крепления. Да, вот может не наблюдать, даже муравейник сохранился. С тех времен, да. Это большие красные муравьи. Они так и строят такие огромные дома. Я видел, даже наблюдал, это были очень огромные, высокие. Там диаметром по полтора, по два метра. О, кстати, что-то еще нашел. Вот, смотрите. Это раньше были такие гвозди, делали, для скрепления больших бревен. Ковали кузнецы и забивали такими гвоздями. Я не знаю, на сколько это, на 40? Гвоздь на 40 или на 50? Дайте мне гвоздей на 40, поводок. Да. Где-то я еще сейчас видел. Вот, вот он, кстати. Вот он, еще гвоздь. Вот, два гвоздя на 40. В магазине, наверное, сейчас уже таких не купишь. Здесь лежат жадки-смельницы, которыми молотили зерно. Большие каменные круги, сделанные еще с какими-то пазами, не пазами, я не знаю, как это назвать, от которых уже, видимо, зерно терлось. При вращении вот этих больших каменных кругов зерно перетиралось и по этим канавкам сцепалась мука. Вот они. Вот один большой круг, вот этот второй, ну, видимо, этот уже постарее, не знаю, изработанный весь, потому что он уже весь. А может, это другая сторона? Может быть, возможно. Там видно, кольцовка металлическая. Да-да-да, это ограмление, где металлическое стоит. Очень тяжелое. Боровлянская пойма. В этой пойме стояли дома, жили люди. Вон там есть заброшенный дом. Кирпичная кладка я находил. Металлическое основание, там кровля какая-то оставалась даже от домов, шифер. Все это находил. Прошлый год сюда загоняли скот, пасли коней, коров. И они тут буквально все вытаптывали всю траву. И здесь, ну, очень хорошо все видно. То есть, где холмики, где находились дома, где что-то было, да. Сейчас я вас отведу место, где я засаливаю солонец для зверей. Пойдемте покажу, как это происходит, для чего это все делается. Как туда зверь приходит, что он там делает, кушает ли соль или землю. Сейчас самая такая благоприятная пора, когда первый снег выпал. И он все передает, все следы, кто был, когда был, сколько их было. А вот, смотрите, можно наблюдать, прошли козы. Это прям живот. Пара. Пара, пара коз. Ну, свежие следы, если они не подтаянные. Надеюсь, что они пописали. А, покакали. Покакали. По вкусу можно помёдить. Не надо так делать. По помёдам можно определить, кто это самка или самец был. То есть, если вытянутые фекалии звери, то это значит, что это самочка. А если они более круглые, округленные, то это значит, что самец. То есть, вот такая информация. Это даже по запаху можно определить. Информация какая свежая, не свежая информация. Буквально осталось метров сто. Все, тише. Уже почти подходим. Очень неожиданно, но наш поход перешёл из разряда пешего в четырёхколёсный. Иван наткнулся на следы, и мы двинули в путь. Есть следы волков и косульки. Пошли проверить одну избу, посмотреть солонец. Вообще, обалденно, конечно, природа. Снежок идёт. Это дом? Это что такое? Какие-то пи***а раскатали весь дом трактором? Нет, просто разобрали. Забрали. Печку из входа перетащили, спрятали. Может быть, отойдёте. Крыши не видно, ни потолка нет. Это была печка? Тут печка стояла, да, ко мне? А вон вход, да? Вон рама. Входная рама. Ну, вон была коробка. Коробка. Крыша только маленькая, текла, и всё, как бы, осторожно, всё было нормально. Какой умысел может быть, почему? Обида. Затаили обиду. Какие мысли? Ну, штаны мужские. Видишь, листва один год сегодня. Окно сидим, не подпрело, ничего. То есть, разобрали вот буквально вот нынче, то ли весной разобрали, то ли даже в осенью. Перед листопадом. Ну, то есть, они не хотели показать, что они вандалы? Разбирали, видимо, люди, которые тут жили раньше. Потому что им жалко было всё это. Могли просто подкинуть спичку и поджечь, и всё. Ну, да, если бы хотели. Разобрал тот, кто кому жалко было разбирать то, что сам строил. Думали мусор, а здесь вещи, которые сейчас будут, стакан, который был в лесбе висел. Свет, смотри, который мы делали с Вовкой, когда тут жили, приезжали. Вот батарейки была, диодный фонарик, мы делали всё. Всё это сейчас будет просто вытащено, сложено. Кучку, и всё. Ой, это порох даже. Сильно так не заросло. Вот что на окне лежало сверху, рядом вокруг. Всё вытащили сюда, убрали. Да, стекло не били, да, не разбили. Ну, подожди, тут есть намёк, видимо, что мы типа не вандалы. Для чего это всё? Дом же никому не мешал. Да, не вандалы. Жалко уничтожать то, что ты сам потаскал сюда, привозил, понимаешь? Жалко те, кто вот именно принимали участие в стройке этого помещения. Те, кто жили здесь. Тогда зачем, видимо. Видимо. Видимо, чтобы не воспользовались браконьеры, нет? Такой вариант есть? Видимо, чтобы не воспользовались браконьеры? Да. Есть такой вариант? Да. Такой вариант есть? Есть, да. Так, значит, это хорошие ребята? Отличные ребята. Вот тут была изба. Доночевал в ней? Да, конечно. Мы даже приходили, печку допили бы он с тобой, нет? Нет. А, мы срикады были. А прокурор где? Это для оса было, чтобы ткани кормить. Вес наступает. А, вот он стоял, да? Вес. Но. Боровлянки больше нет. По телевизору то и дело показывают, насколько непугливый зверь за границей. В Америке так косули свободно гуляют по дворам и не боятся человека. Что же у нас заставляет людей идти на такие преступления против животного мира? Просто ради интереса. Мясо им не нужно. Они просто для удовольствия убивают. Приезжают и убивают. Мы контролируем, ездим, охраняем, гоняем их. С человеком поговорить очень сложно. Если у него в голове сидит такая тема, что я могу охотиться хоть где. Не думаю, что сегодня я убил, а завтра уже не будет. Как так? Он же зверь, он же везде, его уже много. Браконьеры такие люди, конечно, очень неприятные. Проблема, по которой Ивану приходится часто пересекаться с такими нечистыми на руку охотниками, состоит в том, что как раз по Боровлянской пойме проходит миграционная тропа. Зверь всегда все равно перемещается. Если снега много зимой, он переходит туда, местность, ту, где как можно меньше снега. Для него это среда обитания временная. То есть он как бы там пожил, там пожил. Где в общем условии его позволяет, туда он и переходит. Моя задача какая? Сохранить в данном месте зверя. Оставить его, чтобы он размножался, чтобы здесь был. Буквально просто я посалил солонцы, чтобы он никуда не уходил, наслаждался здесь прекрасной природой, сведой обитания, чтобы он тут оставался, размножался, чтобы их было как много больше. Нет такой необходимости, что каждый день нужно мясо, 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 мясо. Нет, зачем? Мы живем здесь. Я живу, мне что там, 30 с небольшим лет. Я живу, я понимаю, что мне жить еще в этой среде. У меня тут пасека. Я хочу наоборот сберечь эту всю природу, оставить от себя какую-то частичку. Я живу и наслаждаюсь тем, где я нахожусь. Вот это самое главное. А то, что люди там приезжают на 10 минут, приехали, раздолбили все, что есть, живое, что бегает, что движется. И они уехали домой. Все. Их это не волнует. Что тут будет дальше? Я желаю сохранить. Это ты соли, чтобы подкармливать зверя, да, давать? Минералы необходимые. Да, да. Подкармливать зверя, чтобы они здесь брали соль. Когда у них происходит линька, меняют ворс с летнего на зимний. Им необходима соль. В больших количествах они прям идут каждый день, могут днем идти, прям им постоянно нужна соль. Что весенний период, что осенний период. Они даже могут далеко не уходить. Зеленку поели маленько, вернулись опять на солонец. Прям трутся рядышком. А уже когда начинается глубоко зимье, они держатся в этом месте. Они не уходят далеко, но они уже реже-реже посещают, потому что им уже нет такой необходимости в соли. Человек не ощущает запах соли, только вкус. А животное может, самое лучшее, это делать слонцы в тех местах, где зверь мигрирует, где они постоянно движутся. Есть тропы определенные, где зверь там ходит. Потому что зверь не ходит где попало. Он ходит по своим определенным местам. И стараешься находить в таких местах на тропах, и ближе к этим тропам делаешь слонец. Я вижу, у многих застыл немой вопрос. Эй, вы, ярые защитники животных, для чего же вам на плечах карабины? Без медведей никак не обойтись. Это хозяин тайги, он здесь живет. Это его места. Он тут кормится, у него есть своя территория. Конечно, они приходят на пасеку. От безвыходной ситуации, когда он не может себя прокормить, ему нужен мед. Банально ему нужен мед. Он приходит сюда, хочет пройти на территорию, но касается проволоки, его маленько щелкает током небольшим. Больно, его это отпугивает, и он уходит. Но бывают такие времена, когда изгородь не работает, либо отключаешь ее, когда пчел составляешь. Уже думаешь, что он сюда уже не придет. Но были такие ситуации, когда, да, приходил. Ужин получается просто сказка. Парни готовят мясо, а я изготовлю картошку. И еще у нас есть алтайский кедровый орех. Обалденная штукенция, к вечеру щелкает. И все-таки хочется понять, почему миграционная тропа человека из села в большие города сегодня превращается в настоящий автобан? Почему и кто делает нам внушение, что быть менеджером в офисе престижнее, чем держать хозяйство или ферму? Очевидно же, что во все времена крестьяне редко бедствовали. Но здесь тяжело прожить, очень тяжело. Люди уезжают с нажитых мест в большие города. Потому что там просто магазин, пожалуйста, банк, пожалуйста, продукты, шмотки, пожалуйста, пошел, оделся, купил. У тебя никаких заморочек нет. Была бы заровная плата, люди бы приезжали бы сюда, и так же бы и жили бы здесь. И пасли коров, коней, разрабатывали бы землю, пахали, сеяли. Это все доступно. Земли бери, не хочу. Разрабатывай, технику покупай, разрабатывай. Хлеб, пшеница, гречка, та же, овес. Любые, кормовые. Я не уезжаю отсюда, потому что мне нравится тут находиться. Я беру от этого какой-то позитив, энергию получаю от этого. Этим опять же нужно жить. Это чтобы у тебя в душе было привязанность к тем местам, от которых ты просто кайфуешь. И живешь вот в этой среде, и ты просто обалденно себя чувствуешь. Если здесь заниматься именно вот, например, пчелами, медом, финансовая база здесь хорошая. Можно заработать. Я получаю энергию от этого. Поэтому я здесь нахожусь. Так все-таки, какое будущее ты видишь для провинции и для русского села? Думаю, что скорее всего все это будет потихоньку загибаться, загибаться, загибаться. Люди бросают. Но, опять же, благодаря молодежи. Большое количество, конечно, убегают, но есть такие люди, которые заинтересованы, возвращаются, возобновляют, поднимают, строят, делают и пытаются сохранить то, что было потеряно многие годы назад. Но ты отсюда не уедешь. Я отсюда не уеду. Извините, конечно, но... В Москве вы меня не увидите. Вы отсюда меня не выгоните. Тем более, нынче я все-таки добился своего через суд, но я добился того, чтобы выкупить землю в частную собственность. Здесь только находимся мы, родственники. Больше, как бы, других людей здесь нет. Денис Жарков, чей канал «Строим дом своими руками» у него также пасек, он занимается пчелами. Он также приезжает ко мне, сюда помогает. Пчел составлять, выставлять. Рад, что люди становятся тоже такими же, заинтересован в этом деле. На данной пасеке у меня ну, или в 50-60. За эти дни мы объехали пасек 6, наверное, составили где-то пчел. 500-600, наверное, в зиму, чтобы пчелки перезимовали и весной они вышли и дали нам прекрасный урожай меда. Я познакомился с человеком в Красногорске, его зовут Сергей Алпатов, местный житель отсюда, с этих мест. Случайно с ним познакомился, мне нужно было в доме переделать печь, а он сварщик. Говорит, я можно приеду, потому что здесь я вырос, хочу привезти сюда внука своего, показать, где школа была. Мне так было так это интересно. Где играл, где мое детство проходило, где мы рыбу ловили, ходили на речку. Помню своих родных, близких, которые здесь похоронил. Я хотел с ним приехать, чтобы он тоже что-то рассказал, потому что мне даже понять, где я нахожусь, потому что историю поднять всей боровлянки, что здесь делали, кто жил, чем занимались, мне это очень интересно. Но еще я до этого не дошел, просто я слышу от людей. То есть там познакомился с человеком, тот, кто сказал, там сказали, что жили тут и хотят приехать сюда. Многие, которые живут, люди в Красногорском, многие люди здесь жили. И меня, когда видят меня в деревне, встречают, как там обстановка, что есть, сохранилось. И это им интересно. Они хотят приехать сюда, можно ли добраться, есть ли дорога. Посмотреть, поспоминать. Заносим улью. Вомшаник, зимовник. Чтобы они у нас перезимовали эту зиму хорошо, чтобы весной мы их выставили. Они нам дали хороший урожай меда. Вытащи там подушку. Я так подниму сейчас. Даю поправку. Вот, отлично. Опа. Отошли маленько от дела. Была трава, сухая, стояла. Тут идет снег, и она покрывает всю землю белым пушистым снегом. Это же приятное чувство. А мы в этот период занимаемся делами, которые впоследствии принесут удовольствие. Понимаете, о чем я говорю? Вы не можете меня понять. Вы же не простужены. Ну вот, и к концу подходит наше замечательное мероприятие. Я выкладываю этот фильм искренне на ваш суд, потому что чаще всего я рассказываю о каких-то строительных моментах, а о нашей обыденной жизни говорю не так уж и много. Лично для меня эта поездка считается, как я уже сказал, отдушиной. Большое спасибо, конечно же, Ивану, с которым вы уже познакомились за это время, за то, что он приютил, показал, рассказал, поделился частичкой своей энергии, как он обычно это и делает, дарит нам всем активность, силу такую, приезжая потом домой, я могу два-три месяца просто не думать о тайге и работать. Но потом опять приходит мысль, что все, срочно нужно перезагрузиться. Почему я на фоне всего вот этого великолепия сейчас нахожусь? А как раз и показать вам, что происходит сейчас с русской деревней. Я очень бы хотел в дальнейшем сделать интервью с большим количеством людей и снять фильм, например, о каком-нибудь уголке края, региона, района. Если видео вам понравилось, ставьте, конечно же, лайки. Если не понравилось, можете поставить четыре раза дизлайк. Ну, а я прощаюсь с вами до следующей недели. До скорых встреч. Пока. Ух, ветер. Субтитры сделал DimaTorzok